здравствуйте дорогие мои зрители дорогие гости с вами любовь овчинникова хозяйка этого канала я вас всех приветствую у нас сегодня посиделки и любимая рубрика любимая и моя и ваша что купила ну скажу честно что я не планировала какие-то покупки ближайшие но мне неожиданно прислали приглашение на презентацию новой коллекции одежды бренда макс мара осень зима ну и не принять это приглашение я конечно же не могла и в итоге вернулась с покупками я периодически показываю одежду бренда макс мара очень давно очень давно с удовольствием ношу эту одежду это классика классика и на мой взгляд вот женщинам нашего возраста классика идет всем поэтому я конечно же не могла не удержаться а кстати вот на мне платье тоже коллекции макс мара правда уже старой коллекции но мне она очень нравится но такое повседневное классическое тепленькое очень уютное приятное к телу ну и великолепное качество ну что начнем да конечно я примерять сейчас не буду но в конце видео я покажу такие небольшой там в минутный такой отрезочек видео в котором ну я примеряю одежду там без музыки но с музыкой вот как раз эти примерки я показала сразу же по возвращению из магазина это шортс опубликовала поэтому вы можете посмотреть там по моему 7 или 8 роликов с разными с комбинезоном с платьем костюм юбки я все это показываю и любезно согласилась показать одна дама которая тоже выбирала себе полный комплект одежды но у меня примерки были без украшений я думаю что если добавить какие-то украшения будет еще лучше ну вот начнем хочу сразу вам показать ну скоро новый год и будут какие-то праздничные встречи поездки вот посмотрите в этой в этом мешочке лежит сумочка достаем вы знаете я давно хотела вот именно такую сумочку я понимаю что при вечернем свете она конечно будет переливаться сверкать при дневном свете не очень наверное хорошо видно но тем не менее вот кое-что все-таки можно разглядеть она очень мягкая очень приятная и вот своей формы она практически не теряет там ничего такого нету особенного еще не убрала и вот посмотрите она внутри сейчас я уберу внутри видите она такая мягкая то есть там нет ни газет никакой не бумаги есть цепочка и поэтому когда ее закрываешь даже если она пустая то она все равно такой вот формы пухленькой смотрится замечательно тут вот карабин который тоже можно отстегивать и брать либо вот так просто в руку держать либо надеть красивая я не могла не могла удержаться красивая сумочка я давно о такой мечтала это первая покупка сейчас я сюда слежу напишите пожалуйста как вам не все любят сумочки вот такой формы но я думаю что вот на повседневную конечно она не тянет но торжественная торжественная какая-то обстановка это будет как раз кстати в эту же тему в эту же тему сейчас вам покажу вы знаете такая маленькая предыстория когда мы дочка жила со мной мы с ней часто ходили в магазин и когда я заходила мне почему-то сразу раз и разворачивала в какую-то блестящую сторону она она всегда говорила мама ну почему тебя тянет всегда на какое-то блестящее яркое я вот знаете ну вот вот против самости так сказать не попрешь вот что есть то есть ну ну как с этим можно бороться я одно время даже пыталась с этим так сказать смириться бороться ну то есть когда устроилась на работу в школу санкт-петербурга а в норильске привыкли что я всегда одевалась ярко так соблюдая дресс-код учительский но ярко и дети все они рассматривали а то в школе санкт-петербурга это как-то было не очень принято меня не знали и я начала как-то немножко комплексовать и что называется мимикрировала то есть подстроилась под вот ту обстановку и под тот дресс-код который был учителей в санкт-петербурге и вскоре я поняла что мне скучно мне скучно не интересно и это не мое я это не это не я была и вскоре какой по истечению какого-то времени я вернулась к себе и поэтому теперь я перестала бороться и покупаю то что мне нравится что мне идет и что соответствует вот моей самости одна женщина вот мне сказала ты ты сохранила свою самость это я нет ну мы если вы хотите на эту тему поговорим про самость но я именно это слово хочу применить почему потому что когда искала понятие душа и чтобы объяснить детям что такое душа это не так то просто потому что душа душонка развернись душа или он я уже как-то говорила на эту тему я к нему со всей душой а он не в эту душу нагадил то есть много очень у нас каких-то пословиц подговорок с темой душа так вот я нашла определение души у сократа на самом деле наверное это не сократ потому что он ничего не записывал а платок который очень является учеником сократа и он записывал за ним возможно общем сейчас трудно определить кто это сказал но на мой взгляд это самое лучшее определение души так вот он сказал что кто-то из них сказал что истинной самостью человека является его душа и в этом смысле ну наверное моя душа просит чего-то яркого не всегда конечно и поэтому я прекратила сопротивляться сопротивляться своей самости так вот посмотрите я сначала показала сумочку теперь покажу ну это как это не знаю назвать кольчуга кольчуга подоглазка кофточка посмотрите это ну чудо какое-то это очень тяжелая на самом деле как кольчуга но попробую вам показать ну сзади видите это здесь замочек да извините не показала сначала под низ надевается вот такая маечка потому что это все просвечивает чтобы не просто коротенькая такая маечка просто черная коротенькая маечка теперь вот видите как водолазка если застегнуть то получается сейчас я наверно ним тоже тут застегивать секундочку секундочку застегиваю вот я застегнула и получается когда я начала примерять вот примерно так же будет полностью плотно будет закрыта горло шея вот смотрится очень красиво при вечернем свете это все переливается длинные очень рукава немножко просвечивает рукава смотрится нарядно празднично там была такая же юбка но она была не в пол но по колено я так получилось что уже не ношу платье вещи по колено чуть ниже колено раньше носила теперь у меня они есть но вот я их раздариваю не продаю а раздариваю друзья они хорошие этому я дарю вот такая вот кофточка прямо тяжеленькая такая но но пожалуй можно сказать что я очень давно хотела такую давно хотел очень красиво смотрится ну просто великолепно нарядно вся переливается прям вот такой торжественное очень торжественное но посмотрите в конце видео как это смотрится теперь хочу показать вам очень очень красивое платье очень оно ну классика жанра черное у меня несколько черных платьев я их периодически меняю но это всегда как говорится но не то чтобы и в первый мир но в пир это точно у меня уже есть одно может быть даже два платьев макс мара черных пол и я их ношу с удовольствием они не теряют свои актуальности они вечные они вечные я очень их люблю здесь так черный видите да смотрите очень здесь легкий такой материал и посмотрите посредине вот она вставочка ну можно носить без без бюстгальтера немножко прервалось можно носить без бюстгальтера видите как и сзади разрез сейчас такая пуговичка мы застегиваем и разрез прям вот до самой талии а низ посмотрите это шелк качество великолепное очень красивая прям в пол длинная длинная ну тоже в конце видео вы посмотрите и еще я думаю что что где-то на новый год или на рождество я обязательно надену это платье и конечно же сниму вот как-то вам отдельное видео иногда показываю вам если я бываю на каких-то мероприятиях как одеваются женщины в санкт-петербурге в москве вот я показывал как в белоруссии одеваются женщины и обязательно вам покажу ну и еще одна покупка видите еще даже ценники отрезала кое-где отрезала кое-где нет поэтому спрячу так вот эта юбка смотрите с карманчиками и она тоже в пол длинная а это складочки складочки ну классика классика здесь складочки вот и впереди ничего особенного но смотрится так нарядно ну я как рассказала что я уже не ношу короткие и по колено а вот в пол ношу и мне очень нравится вот такая красивая и по моему я там ее не показываю но где-нибудь обязательно я надену и вам ее вам покажу ну вот дорогие друзья так сказать похвасталась поделилась вам такими покупочками мы женщины любим разглядывать покупочки когда я пришла потом в сервисный центр сразу после того как съездила в максмару там были женщины они сразу же меня все окружили ну покажи ну покажи ну покажи ну я конечно я говорю все показывать не буду но достала сумку показала и кофточку вот эту блестящую ну потом они посмотрели уже в шортс и понятно что ну я всегда говорю радоваться радоваться даже покупкам другого человека это всегда очень здорово вот дорогие друзья я хочу узнать ваше мнение как вам мои покупочки и посмотрите пожалуйста шортс напишите ваше мнение как вам и если у вас получится то я опубликую это видео в телеграм канале можете поделиться своими покупками но последними которые вы сделали те которые мы тоже порадуемся за вас за всех вот youtube это нельзя сделать а вот в телеграм канале там немножко больше информации можно фотографии девочки присылают вопросы какие-то до новых встреч на моем канале до новых встреч на моем канале о поте подогналы . . . . . Продолжение следует... Продолжение следует...